МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В дальнейшем мы будем вот именно каждый такой конкретный случай и будем рассказывать, и будем вытаскивать на свет Божий вот этих вот начальников, вот этих вот врачей так называемых, непонятно, кому они служат и для чего они служат. По закону Российской Федерации имеем право страховать только от тяжких телесных повреждений и от смерти. 90%, я уверен, адвокатов этого не знают, а вы спрашиваете у заключенного. За моей спиной, наверное, самый знаменитый российский следственный изолятор номер один, или, проще говоря, матросская тишина. Ежедневно за эти стены попадают десятки человек, выходят отсюда единицы. Конечно, матросская тишина во многом отличается от многочисленных тюрем и лагерей, разбросанных по бескрайней территории нашей страны, но суть от этого не меняется. Это учреждение строго закрытого типа. Попасть сюда с воли может строго ограниченный контингент людей, включая адвокатов и священнослужителей. В православном центре духовной помощи и правовой защиты Радонеж работают и те, и другие. И уж кто-кто, а они-то точно знают, что порой происходит за стенами российских тюрем и следственных изоляторов. И многие страшные действия происходят там. Это может быть и насилие от сокамерников, это может быть и притеснение администрации, а также духовное томление, которое непосредственно может только разрешить священник, как духовник. На самом деле, хотя кажется, что в колониях происходит все тихо, ровно и спокойно, но там кишит и бурлит жизнь. И бывают такие случаи, когда смертельные исходы, тяжкие телесные повреждения. Вы сталкивались с тем, что заключенные не знают о том, что у них есть вот такая вот прерогатива оформить страховку? Не знают. Не знают? Вполне реально, да. А с чем это связано? А вы спросите не у заключенных, а у адвокатов. 90% я уверен, адвокатов этого не знают. А вы спрашиваете у заключенного. Но зачем? Адвокаты этого не знают. Фаер! Дело в том, что я сотрудничаю с православным центром, который страхует заключенных. Некратые вещи непосредственно надо решать мне. Именно сейчас я пришел в эту тюрьму, чтобы решить многие вопросы. Именно связанные со страховкой? Абсолютно верно. Тогда, батюшка, мы не будем вас задерживать. Вам удачи и бог вам в помощь. До свидания. Достаточно взглянуть в интернет. Набираем в Яндексе страхование заключенных и мгновенно получаем с десяток объявлений от самых различных контор. Как говорится, только гоните денежки. На самом деле, большинство из тех, кто дает объявления, озабочены только одним – увеличением собственных счетов в банке. И никакой реальной помощи осужденным они не оказывают. Очень много появилось подражателей. То есть, всякие страховые компании маленькие, незначительные, всякие там правозащитники, которые пытаются произвести эти действия. Как правило, они ограничиваются только изготовлением вот этого бумажки, который называется страховой полюс. Он дешевый, это устраивает людей, а фактически он не дает ничего. Вот это самая большая проблема, которая возникла в данной отрасли, в данных действиях. Эти страховые компании просто хотят заработать на этом. И все. Потому что реальной помощи от этого блестка никакой. В чем заключается разница между нами и этими? Во-первых, мы работаем с одной из крупнейших страховой компаний, как «Ренессанс». Второе. Мы действительно производим действия юридически с этим документом. Какие именно? То есть, мы отслеживаем. Не просто так отдал эту бумажку и делай, с ним хочешь. А мы отслеживаем в ходе годового периода, на котором мы страхуем, каждое действие с нашим доверителем. Дело в том, что многие страховые компании, и те, которые оказывают услуги в области страхования осужденных и заключенных, предлагают услуги страхования от туберкулеза, от ВИЧ, от СПИДа. Это совершенно незаконно, потому что мы имеем право страховать именно по закону. По закону Российской Федерации имеем право страховать только от телесных повреждений и от смерти. Но здоровье здесь не должно касаться ни в коеме. А несчастный случай на производстве? Ну, конечно, конечно. Это же имеется в виду. Добровольно имеется в виду. Добровольное страхование, что имеет место именно как раз от этого. Места лишения свободы, закрытые учреждения, как никакие другие учреждения, заинтересованы в том, чтобы не выносить ссор из избы. И администрация делает все, чтобы все, что происходило внутри колонии, никогда не выходило за пределы. Поэтому туда не могут проникнуть журналисты. Поэтому у адвокатов отбирают видео и аудиозаписывающую аппаратуру. Стоп, стоп. Как раз вот это я хочу сделать маленькую ремарочку, Николай. Дело в том, что именно адвокатами нашего центра добились мы в Верховном суде, что сейчас адвокат имеет право проводить. Это мы сделали. Это у нас есть решение суда. Именно наш адвокат, вот и Федовский конкретно участвовал в этом процессе. Вот. Значит, теперь могут проносить и камеру, и телефон. И, короче, любые гаджеты, любые, значит, средства, которые необходимы. То есть убедиться, что этот человек, допустим, там избитый, не избитый, здоровье, состояние. Вот как-то так. Судья Верховного суда Российской Федерации. Я специально поднял. Я-то знал, что нам разрешили проносить. Я специально поднял вопрос для того, чтобы наши зрители, может быть, родители заключенных... Адвокаты, в первую очередь, узнали. Да, да, да. Но я адвокаты не знаю. Это все для адвокатов, в первую очередь. Это информация специально для вас, дорогие зрители, чтобы вы знали, что адвокат имеет право проносить аппаратуру, что адвокату можно пожаловаться, священнику можно пожаловаться. Все будет зафиксировано, все будет запротоколировано и снято на видео, если это необходимо. Согласно статистике, в российских местах лишения свободы содержится около 650 тысяч человек. Приблизительно это 450 человек на 100 тысяч населения. Безусловно, среди этого числа есть и отпетые злодеи. Убийцы, насильники, мошенники. Но также немало людей, совершивших незначительные преступления, а порой и вовсе невиновных. Но они содержатся точно в таких же условиях, как и матерые уголовники. Тюрьма – это реально страшное место, попасть в которое относительно легко, но выбраться отсюда очень и очень сложно. На что рассчитывать человеку, оказавшемуся в неволе? Как обезопасить свою жизнь и здоровье? Адвокаты православного центра «Радонеж» оказывают юридические услуги не только онлайн или в радиусе ближайшего доступа. Они постоянно навещают своих доверителей непосредственно в местах лишения свободы и в следственных изоляторах. Выезжают в самые отдаленные колонии, лично встречаются с заключенными и ведут диалог с представителями администрации. Это помогает постоянно находиться в курсе всех событий и происшествий, которые происходят или могут произойти с человеком, попавшим в условия содержания в строго закрытом учреждении. Добрый день, батюшка, добрый день, дорогой. Батюшка, ты когда в колонию в Шиликшу поедешь? Ты в Шиликшу когда поедешь в колонию? В колонию, в понедельник, батюшка, в понедельник. Батюшка, тут такое дело, что, возможно, наш опекаемый может появиться в Шиликше. Самое главное узнать, узнать о его состоянии, узнать как, что, потому что очень сильно беспокоится его мама. Конечно, узнаем, да. Все хорошо, батюшка, спаси Христос, батюшка. Ну, во-первых, страхование, это дисциплинирует администрацию колонии. И дисциплинирует очень сильно. Потому что, ну, во-первых, если происходит страховой случай, как правило, это из зарплаты начальника колонии выплачивается, вся компенсация, это первое. Вот, во-вторых, соответственно, возникает там уже и уголовная составляющая, и злоупотребление, и превышение должностными полномочиями. Поэтому я бы рекомендовал всем осужденным, всем заключенным, которые содержатся под стражей в СИЗО и в колониях, именно прибегать к этим услугам. Вот почему РЖД нам в билет предлагает и включает страхование? Они заинтересованы. Вот это ответ на ваш вопрос. Очень хорошо сказал. То есть, я беру за границу, я полетел, я обязан застраховаться. Конечно. То есть, я страхуюсь, и мы граждане. Добровольные. Да, и мы идем. Но я хочу сказать, что нам предлагают так добровольно, что мы соглашаемся. Почему, когда отправляют человека в лагерь, не застраховать его? Извините меня, в конце концов, у государства есть средства, чтобы оплатить услуги адвоката, дать ему бесплатно по 51 адвоката, оплатить. Ну, почему не оплатить? Она же не такая дорогая эта строковка. Ну, пожалуйста, оплатите. В первую очередь, государство должно заинтересованным быть в этом. Опять же, почему все происходит? Каждый из нас что думает? Мы никогда не умрем, мы никогда в тюрьму не попадем. Совершенно верно. Мы живем вот по этому принципу. А если бы действительно это была нормальная программа от тюрьмы и от сумы, мы живем, с молоком матери нам это впитывают, но почему-то никогда мы это не понимаем. Fire! За этой дверью находится Православный Центр Духовной Помощи и Правовой Защиты Радонеж. Именно здесь осуществляется работа по страхованию людей, оказавшихся в местах лишения свободы. Именно сюда могут обращаться те, кто оказался в беде. И что, пожалуй, самое важное, сюда же могут обращаться и те, кто буквально только-только освободился из места лишения свободы, и кому нужна помощь и поддержка. Геннадий Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Не буду вас сильно отвлекать от работы, но вот такой вопрос. Вы осуществляете страхование людей, оказавшихся в местах лишения свободы, и тех, кто только-только освободился. Скажите, насколько это хлопотно, насколько тяжело, и помогают ли вам сотрудники исправительных учреждений? Скажем так, мы сами не страхуем, страхует страховая компания, а мы осуществляем процесс самоустрахования и юридическое сопровождение. Ну, конечно, мы абсолютно инородное тело в системе ФСИН, конечно, никто не помогает, но тем не менее, значит, мы делаем свое дело. Вот сейчас пример вам покажем, что мы конкретно делаем. Что это, что сейчас будет? Это будет разговор с одним из начальников учреждения. Я вас оторвал от ваших дел. Вы знаете, вот к нам обратился такой человек по поводу своего сына. Он находит в исправительной калории номер пять. Почему так экстренно? Потому что, значит, он просто, ну, крик души. Значит, там получилось как? Его посадили в клетку, привязали, это как он рассказывает, привязали его, значит, к наручникам и хотят опустить. Ну вот видите, естественно, администрация отказывается от всех проблем, которые у них существуют. А это не надуманные проблемы? Это действительно так все? Конечно, конечно. Мы, если мы утверждаем, значит, мы уже перепроверили это все. Или священника там кто-то проверил, пошел, посмотрел. То есть, это факт уже известно. Конечно, администрация всегда права. Взять, например, реальную проблему. Исправительная колония номер два УФСИН по республике Мордовия. Начальник Познякова Елена Александровна. И также медицинская часть номер 13 УФСИН России. Начальник Малкина Наталья Владимировна. Там содержатся осужденные Калинина и Юркевич. И очень много проблем у женщин. Не передают документы, болеют, работают сверх возможностей. И на все запросы МСЧН номер 13 переправляет в колонию номер 2. Колония номер 2 отправляет обратно. Постоянно все это по кругу ходит. И вот реальная бюрократия, от которой страдают реальные люди. Вот о чем я и говорил, пытаюсь говорить сегодня на протяжении нашего эфира. То есть, ваши действия, понятно, они благие. Но действия администрации порой пресекают благие намерения. И все ваши благие дела разбиваются о стену. Вот это я и хотел услышать. Вот сейчас вы мне сказали конкретный пример. Много таких примеров, Геннадий Владимирович? Да, достаточно. Вот, тут можно целую кучу показать людям, что такое происходит. Это все документы, свидетельствующие о том, что происходит в одной колонии, в другой, в третьей. Перечислять нет смысла, потому что это займет, ну, я не знаю, ни один эфир, ни один. Николай, значит, у меня такое предложение, что это не последняя наша передача. В дальнейшем мы будем вот именно каждый такой конкретный случай. И будем рассказывать, и будем вытаскивать на свет Божий вот этих вот начальников, вот этих вот врачей, так называемых, непонятно, кому они служат и для чего они служат. Потому что они отвечают, переносят всякую чушь. Вот, к примеру, вот зачитаю для интереса. Вот ответ. Согласно статье 13, виртуальность закона об основах охраны здоровья граждан, информация о факте обращения до медицинской помощи, состоянии здоровья граждан, диагноз, заболевания, иные сведения, полученные произведения лечения, составляют врачебную тайну. Согласен, но именно мы-то имеем право, согласно действию законодательства, эту тайну-то получение. Адвокат и священник. Да, и не просто так, потому что у нас есть разрешение от данного человека, конкретно от этих заключенных, что мы имеем право спрашивать. Потом есть такое понятие, как адвокатский запрос. И все это в совокупе дает нам право, а не обязанным, а не отказывают, все прочее. Потом нам приходится обращаться в Следственный комитет, потому что есть статья 140 о непредставлении законной информации. Время-то длится, а человек-то находится в не совсем адекватных условиях. Ну вот как-то так. Ну вот очень-очень сейчас важные слова прозвучали. Спасибо за то, что вы их сказали. Я так думаю, что на данном этапе работы важна гласность. Мы обязаны об этом говорить. То, что если мы будем молчать, то об этом вообще никто никогда ничего не узнает. И вы знаете, да, пожалуйста. Теперь мне понятно, кто стоит во главе против. А против стоит, мы говорим о людях, которые находятся в местах заключения. Попробуйте здесь, сейчас выйдите и посудитесь с любым медицинским учреждением. Это такой корпоратив. Их никогда не пробежишь. А там это все более. Их невозможно. А здесь, как вы начинали передачу, это свое государство. И они, медицина, входят в это государство. И ссоры звезды они ни при каких условиях не вынесут. Уважаемый адвокат, слава богу, что не все такие. Не все. Основная масса и медицинских работников, и идут к нам на встречу, и все прочее. Вот особенно Мордовия, это что-то ужасно. Это что-то, это государство еще в том государстве. Поэтому я еще раз объясняю, что такое страхование. Страхование это, любым доступным способом, человек идет к истине. То есть, если наступил страховой случай, это и суды подключаются, это становится все открыто и прозрачно. Потому что страховая, она не просто так деньги выплачивает. Она выплатит, но они разбираются. А что случилось? А кто будет нам компенсировать это? Вот почему все против. Вот такая ситуация. И в первую очередь, конечно, медики против. Почему? Потому что от медика зависит, он как живет с руководителем. Медик же говорит, был это несчастный случай. Или что это было? Эксперты кто? Тоже же медики? Медики, да. Поэтому, конечно, это все очень неприятно. Они попали в зависимость. И, наоборот, вот эта страховка, их освободит, самих же медиков, от этой зависимости от руководства. Они сами в кабале находятся. И получается у нас порука, круговая порука. У них нет шансов, да. То есть, он все равно, хотим мы не хотим, от руководителя он зависит. Любой сотрудник, медик или кто, он зависит. А руководителю какая необходимость показывает, что у него там травмоопасное предприятие. Еще момент. Но никто не освобождал начальник учреждения от ответственности за состояние здоровья, вверенное ему заключенное. Никто не освобождал. Мне вот интересно, каким образом зависит Дубравная прокуратура Республики Мордовия от всего этого. Понятное дело, медики работают в Овсине. Да, и почему Дубравный прокурор отписывает такую чушь? Да. Это вы можете спросить, я вам посоветую Владимира Владимировича, который подписал указ о борьбе с коррупцией. Она существует. Она есть. Ее никто не отрицает. Да, да, да. Поэтому я считаю, что Владимир Владимирович дал нам в руки указ, надо поддержать. Совершенно верно. Согласен полностью. Вот видите, дорогие друзья, уважаемые коллеги, как получается тему. Я предупредил, что эту тему мы поднимали не раз, и не два, и не три. И уже это не первый эфир на эту тему. Но полчаса пролетело, а мы все говорим и говорим. И еще бы говорили. Потому что это действительно животрепещущая, горящая тема, с которой мы будем, конечно же, разбираться. Мы ее не бросаем. Я просто сейчас под занавес хотел бы, чтобы вы сказали. А вот закончился срок, человек выходит на свободу. Как с ним дальше быть? Вы продолжаете его как-то отслеживать, его судьбу, его благоустройство и так далее? Значит, дело в том, что это уже в рамки страхования не входит. Это уже другой вопрос. Естественно, конечно. Это другая передача. Но об этом мы поговорим в другой передаче. Вы знаете, друзья, прежде чем попрощаться, я сейчас с нашими коллегами в студии распрощаюсь. А мне осталось одно. Подняться в верхний офис нашей студии и взглянуть в окно. И вот там я с вами попрощаюсь. Православный центр духовной помощи и правовой защиты Радонеж находится в уникальном месте. Вот там за окном проходит улица Матросская тишина. И тут же видно следственный изолятор номер один. Так что это символично. Мы всегда можем сказать, нам сверху видно все, вы так и знаете. И мы всегда в курсе того, о чем делаем в своей передаче. Так что это символично.